Здравствуйте! В эфире канала «Россия» итоговая информационная программа «События недели». На этой неделе в республике отметили день возрождения карачаевского народа. 66 лет назад реабилитированный народ сделал первые шаги по возвращению на родную землю. Умемориала жертвам репрессий карачаевского народа в Карачаевске почтили память наших земляков, погибших в годы посылки в Казахстане и Средней Азии. Изломленные судьбы, нечеловеческие условия, пути в неизвестность и сверхчеловеческие усилия выживания на новой земле. Никакие трудности не стали помехать для карачаевского народа быть сплоченными и сильными, оставаться людьми. Пройдя все испытания и вернувшись к родным очагам, карачаевцы внесли весомый вклад в развитие региона, но самое главное сумели сохранить и передать потомкам культурную идентичность, самобытность, традиции и язык. На минувшей неделе завершила свою работу Кавказская инвестиционная выставка Минводы Экспо. 12 тысяч новых рабочих мест. Результат реализации представленных проектов из Карачаева, Черкесии. Об их реализации рассказал глава республики Рашид Тимрезов, председателю правительства России Михаилу Мишустину. Тему продолжит Альбина Ланкова. Кавказская инвестиционная выставка состоялась в центре Минводы Экспо. Форум проводится впервые. Новая площадка предназначена для формирования эффективного взаимодействия между государством и бизнесом с целью развития инвестиционного потенциала регионов России. Это очень важное мероприятие для всей нашей страны, для такого важного региона, как Северо-Кавказский федеральный округ, который имеет огромный потенциал для своего развития. Участниками этой выставки зарегистрировались более трех тысяч компаний, участников, человек. И это, ну знаете, по масштабам на самом деле очень, очень, очень впечатляет. Масштабное событие объединило руководителей федеральных органов власти, все субъекты СКФО и представителей бизнеса. Вопреки западным санкциям против России, открываются новые возможности для регионов, в особенности для Северного Кавказа. Округ получает шанс наращивать импортозамещение. Ключевые моменты представленных проектов говорят об их высоком потенциале. Впечатляет стенд нашей республики. В модель экономического развития республики вошли проекты по становлению интенсивного садоводства. Он является приоритетным направлением развития агропромышленного комплекса нашей республики. В модель включены два проекта. По закладке садов интенсивного типа общей площадью, одна тысяча гектаров. И проекты по строительству двух плодохранилищ с возможностью единовременного хранения до 90 тысяч тонн. Проект по развитию зеленой генерации предусматривает строительство четырех малых гидроэлектростанций. До конца текущего года планируют ввести в эксплуатацию еще одну малую ГЭС. Особое внимание уделяется туризму. В модель включены два прорывных проекта – развитие туристко-рекреационных кластеров Архизы Тиберда-Дамбай. Их реализация проходит в соответствии с утвержденными графиками, отметил Рашид Темрезов. И находятся на его личном контроле. Цели поставлены и подписаны соглашения. Ключевые вопросы в контексте представленных проектов нашего региона впечатляют. Недавно мы были в Китае, даже на них хотим обратить внимание, как они регулируют эту отрасль. И если это посчитаете целесообразным, то думаю, что до конца месяца могли бы представить какие-то соображения в виде небольшой записки. Ну, в первую очередь, все наукоемкие отрасли сегодня нужно максимально стараться развивать. Технологический суверенитет, о котором говорил президент, не достигнут без развития именно таких отраслей. Мы сказали, что станкостроение отлично. Мы были с вами на ряде производств, и на Волкаме были, и на Демоте. И везде вот эти технологические нюансы и новинки говорят о том, что нам нужно свое собственное производство развивать. И я очень надеюсь на то, что все получится, в том числе и в Карачево-Черкесии. В результате осмотра Кавказской инвестиционной выставки дана положительная динамика всего округа. Михаил Мишустин отметил рост промышленности, увеличение объема товаров собственного производства. Были представлены интересные проекты в самых разных отраслях. Многое уже сделано для повышения инвестиционной привлекательности регионов Северного Кавказа. Альбина Ламкова, Вести, Карачаево, Черкесия. И мы возвращаемся к теме депортации. В Черкесии прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню Возрождения Карачаевского народа на историческую родину. На нем вспоминали события тех лет, звучали поздравления и концертные номера от любимых артистов республики. Подробности у Али Баташева. Радость возвращения на родину и горечь пережитых утрат. В ходе депортации было выслано 68 614 человек. Из насильственной 14-летней ссылки многие не вернулись. Обряд Дуа по погибшим совершил председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Хаджибердиев. Затем к общественности обратились представители республиканской власти. В январе 1957 года был подписан документ, разрешивший репрессированным народом вернуться на историческую родину. В 1991 году репрессированные народы были полностью реабилитированы. Возрождение карачаевского народа на его малой родине стало возможным во многом благодаря поддержке всех народов Карачаево-Черкесии, которые всегда свято чтили традиции добрососедства и братской дружбы. Именно поэтому день возрождения карачаевского народа – это праздник, объединяющий всех нас. Выступающие призывали сохранять память о своем историческом прошлом, чтобы в будущем избежать подобной трагедии. Память карачаевского народа никогда не сотрутся. Имена героев Советского Союза и Российской Федерации – Харуна Богатрюба, Османа Касаева, Хамзата Бадахова, Магомета Гербекова, Наната Гулаева, Кишеватра Хаевтизова, Харуна Чачуева, Юнуса Каракотова, Дюгербы Узденова, Абдуллы Ижаева. И, конечно, последнего нашего героя – генерал-майора Карамата Буташа. А еще это и герои социалистического труда, и многие другие достойные представители карачаевского народа. В этот день карачаевцев поздравили представителей всех общественных организаций республики. Ярким музыкальным подарком зрителям стало выступление заслуженного артиста Карачаева-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Ингушетии Амура Тикуева. В концертной программе выступили лучшие творческие коллективы Карачаева-Черкесии и других регионов России. Али Баташев, Расул Бердиев, Вести, Карачаева-Черкесия. В республиканской библиотеке имени Халимат Байрамуковая прошел круглый стол встречи трех поколений, посвященный Дню Возрождения Карачаевского народа. Собравшиеся вспоминали тяжелые дни депортации и делились воспоминаниями о том, как проходило восстановление жизни после возвращения на историческую родину. В мероприятии принял участие наш корреспондент Алихан Лепшоков. Здесь собрались представители трех поколений, которые выступают живыми свидетелями выселения, рождения в ссылке и те, которые появились на свет уже после, на родине. Открывая работу круглого стола, руководитель Республиканской библиотеки Салых Хабчаев поприветствовал всех собравшихся и отметил важность подобных встреч. В свою очередь, председатель комитета парламента Карачаева-Черкесии по науке, культуре и образованию Алексей Ганшин поздравил с этим знаменательным днем в истории карачаевского народа и пожелал, чтобы подобные утраты не испытывал ни один народ. Народ вернулся на свою родную родину, значит, на свои земли, полностью восстановился, получил прекрасное образование. И сейчас занимает достойное место в развитии нашей республики и в развитии всей нашей России. От души поздравляю всех вас с праздником. Те ужасные дни депортации буквально всплывали перед глазами тех, кто на мероприятии рассказывал о своей жизни в Средней Азии. Столько разрушенных жизней и судеб людей, которые так и не вернулись в родные края. И мы сегодня с горечью вспоминаем их, отмечали собравшиеся. Представитель поколения, который родился после возвращения на родину, кто принимал участие в реабилитации карачаевского народа. Заместитель председателя общественной организации Карача-Ланхал Шагабан Татаргула подчеркнул, что сегодня необходимо уделять особое внимание воспитанию подрастающего поколения и развитию нашего народа. В период с 1957 года, когда карачаевский народ вернулся со Средней Азии, на мой взгляд, выполнен большой объем работ по возрождению карачаевского народа. В промышленности, в сельском хозяйстве, в вопросах культуры, развития, искусства. Значительный рывок сделан. И на сегодняшний день я, недавно наблюдая за большим количеством ученых, докторов наук Карачаева-Черкесии, просто был приятно удивлен тем количеством, потенциалом, который сегодня имеет не только Карачаева-Черкесия, но и карачаевский народ. Наш народ первым встретил карачаевцев. И, безусловно, мы чтим память погибших в тех ужасных местах депортации, отметил доктор политических наук Абуталип Сангрибаев. Боль карачаевского народа отразилась и на нагайцах. Язык у нас почти одинаковый, но не только в этом. Например, по истории мы видим, что когда мы видели, слышали, я тоже слышал, читал, когда возвращались карачаевцы на станции Ураковская, на станции Эркин-Шахар, наши нагайцы встречали их хлебом с солью, нагайским чаем, паурсак, котлома. Также в Республиканской библиотеке была организована фотовыставка с портретами людей, испытавших насилие в выселении, и выставка книг, посвященные теме депортации. Алихан Лепшоков, Алибастанов, Вести, Карачаева-Черкесия. Во всех образовательных учреждениях страны и нашей республики проводятся патриотические мероприятия. Занятие в одной школе Карачаева-Черкесии прошло при участии министра просвещения России Сергея Кравцова и председателя регионального правительства Мурата Аргунова. Подробности в сюжете нашего корреспондента Артура Мхце. Вторая школа Станицы Зеленчукской стала местом проведения разговоров о важном с участием руководителя Федерального образовательного ведомства Сергея Кравцова и председателя регионального правительства Мурата Аргунова. С некоторых пор все линейки в нашей стране проходят под звуки гимна Российской Федерации. «Братик народа, союз вековой, крепко и датная, дура народная». Поначалу не очень стройный хор юных голосов с каждым тактом становился все громче и четче, чтобы под конец выдать уверенное завершение. Изучение и исполнение одного из главных символов государственного единства теперь считается в системе школьного образования важной частью патриотического воспитания подрастающего поколения. Выступавшие перед педагогическим коллективом почетные гости отмечали ценность тех мероприятий, которые в течение всего года проводятся в школах. Знать историю Родины, трагические и героические страницы ее истории. Без этого невозможно воспитать настоящих граждан своей страны, патриотов. Юно-армейцы станицы Зеленчукской оформили к 9 мая окна победы. Ребята также прошли перед гостями и сверстниками бессмертным полком, неся в руках фотографии своих близких, участников Великой Отечественной войны. Чуть позже состоялся разговор о важном. Темой нынешнего занятия стал День Победы. Сегодня на уроке вы поговорите о героях, поговорите об уроках победы. Потому что, конечно, никогда нельзя забывать, это страшная трагедия и те планы фашистов, которые фактически ввели уничтожение нашего народа. Зачастую уроки проходят в формате лекции, но во время нынешнего занятия у ребят состоялся диалог с наставником. Министр просвещения Сергей Кравцов интересовался у школьников биографией их родственников, которые внесли посильный вклад в общий успех. Тебе почему нравится история? История, потому что мне интересно знать не то, что было, какие-нибудь исторические факты. Потому что, как вы говорили, многие искажают историю, а нам нужно знать именно истину. А вот я фотография... Это мой прадед. Прадед, да. А ты можешь о ней рассказать? Этот человек принимал участие все четыре года войны. Но он был врачом и спасал раненых под городом Ржев. Чуть позже Сергей Кравцов поделился с журналистами своими впечатлениями от встречи со школьниками. Рассказал, что увидел в глазах учащихся. Вы знаете, неравнодушие. И действительно, ребята помнят своих предков, помнят День Победы. Вообще, в целом, очень важно патриотическое воспитание в школах. Сегодня, когда исполнялся гимн Российской Федерации, вы видели, все дети пели. И проведение акций и сады памяти, и окна Победы, и множество других акций, в которых участвуют наши школьники. Самое главное, то, что они участвуют, это от души. Артур Мухцелий Бастанов, Вести Карачаево-Черкесия, Зеленчукский район. Приближается День Победы. В преддверии этого праздника сотрудники регионального отделения социального фонда поздравили жителя Черкесска, ветерана Великой Отечественной войны Афанасия Петровича Солнышкина. Подробности у Али Баташева. Разрешите поздравить вас с наступающим Днем Победы. Пожелать вам крепкого здоровья. Пожелать, чтобы вы еще долгие годы могли нам передавать свой опыт. Ордена Отечественной войны, первой и второй степени, красной звезды, медаль за оборону Кавказа и другие награды. Афанасий Петрович с ноября 1942 года служил в 77-й стрелковой дивизии. Он был участником битвы за Кавказ в должности командира разведки. Освобождал Севастополь, Крым, Симферополь и Калининград. В этом году ему исполняется 103 года. Очень мудрый человек. Он очень добрый человек. И никогда ни на кого не злится, не обижается. У него своим добрым отношением, у него, понимаете, какая-то положительная энергетика складывается. И в этом, по-моему, секрет долгожительства его. Вот когда мы сто лет отмечали, тоже секрет вашего долгожительства. Он говорит, трудиться, работать, никому зла не делать, жить честно. Работники Республиканского отделения социального фонда поздравили ветерана, подарили цветы и ценные подарки. В 2019 году указом президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина была утверждена ежегодная доплата ветеранам Великой Отечественной войны в размере 10 тысяч рублей. В этом году эта доплата была произведена вместе с апрельской пенсией всем ветеранам Великой Отечественной войны. Хотел бы в преддверии 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне поздравить всех с наступающим великим праздником, с Днем Победы. На сегодняшний день в республике проживает 21 ветеран Великой Отечественной войны. В ходе акции «Лица Победы» сотрудники отделения социального фонда планируют посетить каждого. Али Баташев, Мухаммед Ашибоков, Вести Карачаева, Черкесия. Сейчас реклама, после продолжим. Мебельный салон «Слон» – широкий ассортимент классической современной мебели для вашего дома. Мягкая мебель, спальни, матрасы, кухни и многое другое. Наличный и безналичный расчет, а также кредит. Черкесск, шоссейная, 167. В Кисловодском цирке с 29 апреля цирковой мюзикл на воде «Одиссея». Чавыча, семга, красная икра. На рыбной ярмарке «Дары Камчатки» с 3 по 7 мая. Дом предпринимателя «Черкеск», улица Горького, 8. Квартиры в Ставрополе от 65 тысяч рублей за квадратный метр в ЖК «Счастье». Развитая инфраструктура. Рядом школа, детский сад. Сдача дома уже в этом году. Строительная компания «Группа А». «Счастье рядом». Телефон Ставрополе 22 55 55. Какие товары выбрать? Выбирайте товары, отмеченные российским знаком качества. Проверено Роскачеством. Покупайте смело. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Радио Россия расширила свою техническую базу и звучит практически по всей стране. Более 145 миллионов слушателей. 1300 передатчиков. Главное радио страны – радио России. Настраивайте радио России Карачаево-Черкесия на чистоту в своих населенных пунктах. С территории проведения специальной военной операции вернулась очередная делегация из Карачаева-Черкесии. В этот раз бойцами из нашей республики в местах их дислокации встретились главы Ногайского, Сжигутинского и Малокарачаевского районов. Они передали теплые приветы из республики и поздравили ребят с наступающим Днем Победы. Ахмат Халкечев продолжит. Это не первая поездка глав районов в зону специальной военной операции. С подобными визитами наших ребят, дабы подбодрить их боевой дух, посетили руководители и других муниципалитетов. И в этот раз собрали груз со всем необходимым – спецсредства, медикаменты, теплые вещи, хозяйственно-технический инвентарь и, конечно же, продукты питания. Чтобы наши бойцы на передовой могли вспомнить и почувствовать вкус родного отчага, в продуктовом наборе есть мясо сушеное, копченое, колбаса домашняя и многое другое. Груз был сформирован по запросам самих военнослужащих. Весь мир говорит не только Россия, что сегодня происходит очень серьезный передел мира на территории специальной военной операции. В том числе там принимают участие ребята из Карачаево-Черкесии, которые отважно, героически исполняют свой долг. Нашим бойцам вместе с делегацией от единого штаба Карачаево-Черкесии также были переданы три маневренных автомобиля, два внедорожника, один из которых бронированный и семиместный фургон. Хотим выразить свою благодарность, сказать слова благодарности Рашиду Бориспиевичу, главе республики, также тем, кто нам приезжал сюда и передал эти автомобили, это главы районов. Спасибо вам за вашу поддержку. Очень приятно это все. И это все нам оказывает неоценимую поддержку и помощь. Это ваш личный вклад в нашу победу. Как отмечают главы муниципалитетов Мурат Хапиштов, Рамазан Байрамуков и Мурат Лайпанов, самое важное для них это то, что они прочувствовали сильный боевой дух наших военнослужащих и абсолютную убежденность каждого бойца, что победа неизбежна будет за Россией. Особо здесь ребята ни в чем не нуждаются. И поэтому наша главная задача просто им в глаза посмотреть, их не боевой дух, а ощутить на себя. Вот это на самом высоком уровне. И самое главное, огромный салам из Карачаево-Черкесии. Встреча глав муниципалитетов на передовой с командованием и личным составом с первых же минут перешла в формат открытого и доверительного диалога. По возвращении домой члены делегации проведут адресные встречи с семьями наших военнослужащих с целью оперативного решения вопросов, о которых им лично поведали бойцы. Ахмат Халкевичев, Олег Малкожев, Вести Карачаево-Черкесия. Из-за чего выгорают леса, на полях почва остается бесплотной? Какое наказание последует и как уберечь свое хозяйство от чрезвычайной ситуации? Об этом расскажет гость программы, президент Национального союза агро-страховщиков Корней Биждов. С ним встретилась Альбина Ламкова. Травяной пал – это такой же пожар, как и любой другой. Сухая растительность может легко вспыхнуть от оставленного без присмотра костра, непотушенной сигареты или же спички. Но самое опасное – огонь способен перекинуться на леса и жилые строения. Как его избежать и чем он опасен? Чтобы узнать ответ на эти и другие вопросы, мы сегодня встретились с президентом Национального союза агро-страховщиков Корнеем Датковичем. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что согласились и пришли к нам на встречу. Всегда рад. Существует ли сегодня запрет на пал сухой травы на законодательном уровне? Где он прописан и что грозит за нарушение запрета? Да, действительно, этот запрет существует. Он нормативно определён. Причём в нескольких нормативных документах есть специальное постановление правительства Российской Федерации от 2020 года, в котором прописаны правила того, как должно это осуществляться. Кроме этого, существенно ужесточены санкции за самовольный поджог. Если это несущественный ущерб, то это регулируется административным кодексом. Это административное правонарушение. Если мне память не изменяет, то там у нас штрафные санкции от 20 тысяч для физических лиц и до 800 тысяч для юридических лиц. Ну и, конечно же, если произойдёт более существенный материальный ущерб, или угроза жизни и здоровью, или нанесение ущерба жизни и здоровью населению, то это уже, конечно, уголовная ответственность, которая регулируется соответствующими статьями уголовного кодекса. Так что сказать, что данный вопрос не урегулирован нормативно, это невозможно. Он действительно нормативно определён. Другое дело, на практике, конечно, возникают определённые сложности и нюансы. Чем отличается пал сухой травы обычного дачника от профжиганий? И что такое профотжиги? Дачник это осуществляет на территории своего дачного хозяйства. А пал или профотжиг, он осуществляется преимущественно на территориях земель сельхозназначения и лесного фонда. Принципиально здесь нужно подчеркнуть два момента. Когда пал осуществляется с целью предотвращения дальнейшего распространения огня, это одна ситуация, то есть идёт определённые мероприятия, в том числе и выжигание определённой полосы для препятствия дальнейшего распространения пожара. И второе, это момент, необходимость палы определяется именно сельхозработами. Главное отличие в этих двух моментах, конечно, связано с экономией средств. Те ситуации, когда сельхозтоваропроизводитель, например, не желая затратить определённые средства на сельхозтехнику, расходы на ГСМ и осуществление окапывания определённой территории, то эта экономия может обернуться очень существенным ущербом после того, как происходит неконтролируемый пал. Это серьёзнейшая проблема, которая на протяжении нескольких лет уже пытается решить ряд ведомств. В частности, Минсельхоз, например, в 2023 году объявил о том, что те сельхозтоваропроизводители, которые не участвуют в тушении огня на своих землях, будут лишены всех видов дотации государственных поддержек. Если я помню точно, то почти 44 хозяйства уже объявлены на территории Российской Федерации, что они будут лишены этой поддержки. Это уже конкретные санкции Минсельхоза Российской Федерации, который также инициировал другие мероприятия для того, чтобы это масштабное явление не носило столь значительных ущербов. Как сегодня удается понять, что возгорание участка произошло от сухого пала травы. Я уже говорил о том, что эта задача, конечно, прежде всего структура МЧС и листхоза. И говорил о важности действий и плана мероприятий региональных властей. Как читаете, могло бы помочь в решении вопроса патрулирования дронами, чтобы тушить очаги и возгорания, как только их заметили сверху. Мы знаем о ситуациях, когда, например, структуры МЧС по авиаблету обнаруживали группы людей, которые забрасывали факелами лесные угодья, то есть с целью явного поджога. С точки зрения мониторинга, безусловно, важны, во-первых, авиационное патрулирование, действительно использование беспилотных летательных объектов. И иногда в таких случаях используется космический мониторинг, снимки высокого разрешения. Они тоже это помогают. То есть, в принципе, на сегодняшний день достаточно средств технического характера, которые могли бы отслеживать особенно масштабные явления. Но говорить о том, что полностью обеспечится стопроцентный контроль, конечно, это нереально. Почему пожаров по вине человека, в том числе из-за поджигания сухой травы, не становится меньше, даже несмотря на увеличение штрафов? В чем причина? Вы знаете, как ни странно, позитивная динамика, так скажем, уменьшения, вернее, количества такого рода ситуаций, когда имелось масштабный ущерб из-за несанкционированного пала, стерни или сухой травы, она уменьшается. По той статистике, которая нам известна, в 2019 году это было порядка 160 тысяч в Российской Федерации таких случаев. В 2022 году уже 100 тысяч. То есть положительная динамика и эффекты тех мер, о которых мы с вами говорили, она точно имеет место быть. Скорее всего, здесь невозможно не сказать о том, что сельхозтоваропроизводители могут и должны применять инструменты агрострахования. Мы твердо убеждены, что страхование, особенно сельхозстрахование, один из главных инструментов, вот так скажем, нивелирования вот этого финансовой составляющей. Да, страхование не спасет ваш дом от пожара, но то, что вы получите определенную сумму денег компенсации, которую вы можете без обращения в местные органы уже восстановить собственное имущество. Это не просто, так скажем, инструмент, это уже апробированный инструмент. Я напомню о том, что за последние два года сельхозтоваропроизводители Российской Федерации получили около 9 миллиардов страховых выплат. 9,8 миллиардов страховых выплат. Это именно по ущербу сельхозтоваропроизводителям во всех регионах Российской Федерации. Как считаете, какие меры комплексные могли бы снизить статистику пожаров по вине человека, в частности, из-за опала сухой травы? Одно из самых важнейших направлений, конечно, это информационно-развестительная работа. Среди сельхозтоваропроизводителей, жителей сел, иногда мы недооцениваем этот фактор. Просто те люди, которые впоследствии реально страдают от такого рода, так скажем, событий, они недоинформированы и не знают, что нужно предпринимать и какие, например, так скажем, существуют правила и ограничения. Действительно, информационно-разъяснительная работа для предотвращения весеннего пала, наверное, считается важной, как вы сказали ранее. Спасибо вам за полезную и познавательную беседу. Спасибо вам. В Черкесске стартовал волейбольный турнир, посвященный Дню Победы. Участие в соревнованиях приняли команды из нескольких регионов России и Республики Абхазия. Подробности в сюжете нашего корреспондента Артура Мхце. Этот ставший традиционным турнир можно смело считать международным. В прошлом году девочки из Абхазии приезжали в столицу Карачаево-Черкесии впервые. В их числе была и Маша, у которой от тех состязаний остались приятные впечатления и немало новых подруг. В прошлом году, когда мы приезжали в Черкесск, нас приняли очень тепло. Нам здесь очень понравилось. Мы подружились с очень многими командами. Мы нашли общий язык. И даже с некоторыми из девочек поддерживаем связь. Сегодня мы приехали, получается, второй раз. И девочки, от лица девочек хочу поблагодарить за это второе приглашение. Хочу сказать, что уровень, конечно, выше, чем был в прошлом году. И команд, соответственно, тоже больше участвует. И наши девочки тоже показывают лучший результат, чем в прошлом году. Десять команд из нескольких регионов России, плюс гости из Абхазии. Каждый коллектив мог с полным правом рассчитывать на успех в многодневном турнире, посвященном Дню Победы. Следствием основательной подготовки юных спортсменок стали напряженные поединки на площадке спорткомплекса «Олимпийский». Приезжает та же команда из тех же городов под тем же названием, но состав уже более молодой, так скажем. То есть обновлено подрастает новое поколение. То есть следующее. И они уже становятся участницами этих оснований. И таким образом, ну, традиционно есть у нас лидеры на этих основаниях. Ставропольский край всегда является лидером. Например, команда из самого города Ставрополя. Светлоград, Кисловодск – очень сильные города. Ну и традиционно мы как хозяева, нам и стены помогают. Ну и наша команда, она всегда на должном уровне выступает. Целью таких состязаний, помимо определения призеров, можно считать объединение людей вокруг общих интересов. В данном случае вокруг спорта. Наверняка и на этот раз принципиальные соперницы на площадке вне её станут хорошими подругами. Обладатели призов и грамот от организаторов будут определены в конце недели. Артур Мухцер, Расулбердиев, Вести, Карачаево, Черкесия. И последнее. 8 мая в физкультурно-оздоровительном комплексе «Родина» в станице Преградной состоится торжественное открытие всероссийских соревнований по вольной борьбе памяти героя России Канамата Баташева. Организаторы приглашают всех желающих и любителей спорта поддержать спортсменов. Такими событиями отмечена уходящая неделя. Хорошего вам праздничного настроения и всего доброго. Мебельный салон «Слон» – широкий ассортимент классической и современной мебели для вашего дома. Мягкая мебель, спальни, матрасы, кухни и многое другое. Наличный и безналичный расчёт, а также кредит. Черкесск, шоссейная, 167. В Кисловодском цирке оживают мифы Древней Греции. Арена, бескрайнее море, фонтаны, морские котики, живой вокал. Всё это цирковой мюзикл на воде «Одиссея». Чавыча, сёмга, красная икра. На рыбной ярмарке дары Камчатки с 3 по 7 мая. Дом предпринимателя Черкесск, улица Горького, 8. Квартиры в Ставрополе от 65 тысяч рублей за квадратный метр в ЖК «Счастье». Развитая инфраструктура. Рядом школа, детский сад. Сдача дома уже в этом году. Строительная компания «Группа А». «Счастье рядом». Телефон Ставрополе 22 55 55. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова